Доброе утро. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, будь ко мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвой им Пречистой Твоей Матери и Всех Святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны и спаси блажей души наши. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, Святый посети и исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий, на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, Да будет воля Твоя на земле, как на небе, хлеб наш, насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, А не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Став после сна, мы преподаем к стопам Твоим благе. Ангельскую песню сглашаем Тебе, сильный свят, 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 Ты, Боже, молитвой, Богородицы, помилуй нас. Слава Твоему, Сыну, Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети ей сердце, и открой уставное, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, 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 ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся со страхом, воскликнув полночь. Свят, 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 ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Остав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня, лениво и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал обычное Твое человеколюбие и поднял меня, лежащего без сознания, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слово Твое, разуметь заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою ста мои, чтобы прославлять Тебе в благодатном сердце, воспевать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся к Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Володя, читай. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили Святой Храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на сиденье птицам небесным, тела святых Твоих, зверям земным. Провели кровь, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделали спасмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением окружающих нас. Да коли, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет полотеревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают. Ибо они пожрали Якова и жилища его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделаться известно между язычниками, перед глазами нашими, Омщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет при лицо Твое стинание узника. Могущество в мышце Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношения, Которого они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твои пажите овцы, Вечно будем славить Тебя и в рот и в рот возвещать хвалу Тебе. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, Восседающий на Херувимов, яви себя. Придай Ефремом и Вениамином и Монасию, Воздвигни силу Твою и вреди, спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссеет лицо Твое и спасемся. Господи, Божий сил, да коль будешь дневен к молитвам народа Твоего. Ты напитал хлебом слезным и напоил их слезами в большем мере. Положил нас в привлекание к соседям нашим, И враги наши издеваются над нами. Боже, сил, восстанови нас, да воссеет лицо Твое и спасемся. Из Египта перенес ты виноградную лозу, Выгнал народы и посадил ее. Очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограду ее, так что обрывают ее все проходящие по пути. Лесной вепель подрывает ее, и полевой землю объедает ее. Божий сил, обратишь же, призренность с неба и возри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он поджжен огнем, обсечен, от прещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя над Божьим десница Твоей, над сыном человеческим, который ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя, оживи нас, и мы будем призвать имя Твое. Господи Божий сил, восстанови нас, да воссеять лицо Твое и спасемся. Радостно пойте Богу, твердыни нашей, восклицайте Богу Якова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли псалтирию. Трубите новом месяце трубою, в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Яковлева. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел с земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его чажести, и руки его освободились от корзин. В бедстве ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя, приводок мирил, испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня. Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал глаза моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорство сердце, и пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль входил моими путями. Я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком шеницы, и насыщал бы их медом и скалой. Слава! Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой, избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Остав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, и преподая к стопам Твои, называю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшийся, скоро подними меня без печи належащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день Христи Божия, и спаси меня. Владыка, человеколюбчивый, встав после сна, я спешу к Тебе и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения, и спаси меня и ввели в Царство Твое Вечное, ибо Ты мой Творец и Источник и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне работу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего, достой мне присветить Твою истину и с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божьей сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесной живущей, озирающей долой земны, наблюдающей сердца и помыслы, ясноведающей тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие состраданий Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольным и невольным. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и Духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здесь, в неземной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, «Когда обществу дня придется славу сдать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость, и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость, видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешным, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения уражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил меня за стол, рабом достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, Моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Уныние, озабвение, неразумие, нерадение, и все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо я ничьи слаб, и избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерения и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое прочестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Сергий, Надежда, Роман, Андрей, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева Радости, Благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плодчереву Твоего, ибо Ты родила спасителя души наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного. Игнатия, батюшка Иакима, маму мою, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подай им Твои земные небесные блага. Не лиши им милости Твоих, посети их, укрепи силой Твоей, дар им здравия, спасения души. Ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей и родственников, благодетелей всех православных христиан. Прости им все грехи, вольные и невольные, дар им Царствие Небесное. Со святыми покоя Христи души рабов Твоих, православных отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную Матери нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово. Достойную большей почести, чем Херувиму, несравненно славнейшую, нежели Серафиму. Плава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери. Преподобный Богоносных Отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже, наш милостивый Небесный Отец, помилуй сына моего Константина, за которого я смиренно молю Тебя, и которому предаю Твое посвящение и защиту. Уложи в него крепкую веру. Научи его благоговеть пред Тобою. Достой его крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь его, Боже, на путь истины и добра, чтобы он все делал во славу Твоего имени. Господи, помилуй. Господи, избавь его от хитрых костней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Приведи его, Господи, в тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы он вместе со всеми праведными всегда благодарил Тебя с единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Игнать Тихонич, творите молитву с тупоком. Спасибо, Господи и помилуй. Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, этаполита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Тихона. И весь священнический и иностранский чин. И высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам, дающим священника, если угодно, Тебе, Господи. Смири власти войск Твоей, наведи страх Твоей на них. И через них сотпори благое от церкви Твоей, сохрани их от покушения в них. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. И перекотовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И до сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас в этот день, от всякого рода зла и греха. И сохрани, Господи, нас здесь, и селение наше от пожара, от воров, от ящистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, Игоря Серафимова, Владимира и братья. И дай ему веру твою, Святую, Людмилу, Любовь, Александр, Игорь, Игорь, и пришли добрые жители с детьми, знающих и любящих Тебя. Косни сердце взяться, Стива, и благослови Лидии. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину и Рашид пределы общих. Сохрани школу у нас, Господи, и помилуй. Спаси и помилуй, Валентину, Надежду, Наталью, Анастасию, Евгению, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Езу, Сергея, 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 Александра, Александра, Екатерина, 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 Галина. Ты всех знаешь, Господи, с кем мы познакомились, С кому вознесили слово истины Твоей. Возри, Господи, на угрозы, На клеветы врагов. Умягчи их сердце, Не дай им погибнуть. И в судный день не помяни их бездумие, Александра, Александра, Евгения, Сергея, Виктора. Не даем желаемого в исполнении злодейства, Не даем веру и страту святой. Посвети благодетелей наших, Воздаем добро. Легону, 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 Дня Нилу, Юрию, Руслану, Надежду, Гварда. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Добави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. И найдите наше родство, обрати, укрепи. Индокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И роман из Батфа «Духа лжи», упорства, заблуждений, ересей. Благослови, Господи, Виталия, Никита. Даруй духовное рождение по воле Твоей святой. Посети путешествующих, возврати их с миром. Раису, Льва, Виктору, Виталию, благодетелю нашим, Господи. Верно благослови. От пьянства избавь, Господи. Посети болящих, дай силу перенести страдания. И даруй им здравия. Валерия, Илариона, Кирилла, Владимира, Игоря. Надежда, Валентина, 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 Татьяну, 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 Анну, Александру. Ты не знаешь, Господи, София Анастасия, благослови и помилуй. Это наше сокровище здесь в интернете. И книги здесь, и в пути сохрани. И трудящийся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Валентина, благослови Дмитрия, Счастлива. Итога. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Обрати. Обрати. К мире найди их. Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. И нас помилуй, милости Твоей я ради. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. И место сие сохрани, дабы чужие не могли и приблизиться к нему. Хвала тебе, наш Иисус. Слава тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Егова. Авва, учи. Свят, свят, свят Господь Саваок. Вся земля полна слава и Валлилуйя. Слава Вышнему Богу. На земле мир в человеке благоволение. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за день тот, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица Преснадьева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами Своими. Благослови, Господи, всех, кто помогал нам в путешествии. Павла, Зинаиду, Владимира, Валентину, Катерину, Людмилу, Надежда. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой Ангел, и за эту ночь, и столько лет Ты хранила, защищала от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой Ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян, креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, житель в бедности. Имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, и быть во всем экономным. И видеть нуждающихся. Не быть бесплодным. И не страшиться старее начальствующих. И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Святитель Христов Никола, моли Бога о нас, Господи. К каждому дару и жилье, Сергею и Гавриеву. Молите Бога о нас, и ты пороки Божии. Илия, или сей, и Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи. Езра-Ниеми, Амос-Наумы, Саи, Иеремия, Варух, Изыки, Иль, Осия, Ио, Иль, Айгей, Сапония, Захария, Малахия. Да, видно, Пан, Данил Отрок и пророк Михея, Авраам Исаак Яков. Да, исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Дабы день прихода Тво нашего отшествия не застал нас не готовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными Илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога о нас! Святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы и все небесные силы престола Божия предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас! Святые мученики и мученицы! Игнатий Богоносец, Поликармс, Минский, Иустин, Философ, Космай, Эдемиян, Андрей, Стратилат, Ирон, Мученик, Климент Римский, Климент Анфирский, Анфимник, Амедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеемон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертания зверя антихриста. И Анфиму, Вениамину дай веру и усташи родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий и Примсидин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иоанн, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим, Саровский, Антабольский, Антаршнадский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики священного писания, молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замосте ретиков отвергни и в ничто преврати. И нас помилуй, милости Твоей ради. Аллилуйя. И даруй, Господи, духовное рождение свыше всеми, патриарху, епископам, священникам и пастве. И водительство Духом Твоим святым. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, первомущеница, Фатина, Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила, Акила, Андроника, Юник, Иприяна, Устина. Да дарует Господь послушание. Молчание, целомудрие и стыдливость, жёнам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, и дарует послушание Галине, Семейство, Евгении, Надежде, Надежде, Светлана, Марии, Раисову, Людмила и Иоанна. И прими нашу молитву возъяне рук, как жертву вечернего благоухания приятного перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, Божий всемогущий. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, и прими нашу молитву, Божий, Отец наш Небесный, о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой, голос Твой. Посети, Господи, плененных, пытаемых, убиваемых детей Твоих, укрепи их, дабы никто не отрекся от Тебя. И нас приготовь к этому подвигу. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. Яко благословен Еси во веки веков. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешного. Сознавший меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславясь и грешим, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, помилуй. Благодарю Тебя за все Твои милости и щедроты, за скорби и печали, за болезни и здоровья, за друзей и за врагов. Хвала Тебе. Слава Тебе, милосердный Господь. Ты достоин всяческого прославления и Твоего святого имени и дивных дел Твоих. Аллилуйя. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, недажмия, душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, ежене осознати брата моего, якоб благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, сохрани и здравие у всех живность животных и птиц, дабы уста наши были наполнены славословием Тебе за все. Хвала Тебе, слава Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Доброе утро всем. Тут немножко пояснение. Доброе утро. Хочу пояснение небольшое отдать на сегодняшний день. Дело вот в чем. Многое измененное в церкви. И нам неплохо это знать. Вот сегодня, допустим, пост идет. Вторая неделя Великого Поста. Ну и почти каждый день спрашивают, как питаться. Но это не важно. И в то же время это важно. Церковь установила. Очень хорошо об этом говорит Феофан Затворник. Вот как рассуждают сектанты. А что это за пост? Меню только, меняете все. И это правильно говорят. Правильно. Пост это так, как сегодня у мусульман. Они не пьют, не едят. И до того, как в комнате, где света нет, уже нельзя отличить белую нитку от черной. Так, как мне известно это. Но определение правильное. Это первые звезды или как. Ну и однако и пищу-то, что можно, что нет, есть. Это фактически как бы намеком дано и в раю. Все ешь, а вот от дерева не ешь. Это тоже пост был. Воздержание. Пост это воздержание. Отроки. Одни ели все с царского стола, а другие только овощи. Ну считаем мы у пророка Даниила-то. Ну и боялся, кто за ними смотрит. А когда проверять начнут, а они выглядят хуже. Он говорит, ну проверь, там месяц там сколько покорми нас, а потом увидишь. И они их тела проверили. Ну пошли там. Врачи их рассмотрели. Кто там? Терапевты. И увидели, что они выглядят красивее и лучше. Это действительно так. Вот посмотрите, еще люди, которые не соблюдают ничего. А они по-настоящему-то вкуса пищи-то не знают. Каждый день жареная, что там шашлыки болеют, тромбы разные, там бляшки нарастают. Организм человека более приготовлен заранее уже к растительной пище. Да под опыта ведь не ели мясного. Вообще не ели. Этого не было. И однако же люди-то жили по сколько, считаем? Махпусаил 969 лет. Сегодня даже поставят запятую после 96-го. Но 96-го тоже долгожитель будет. Если по сегодняшним меркам-то. В 10 раз меньше. А едят-то больше. И вот скажешь воздержаться. А что я должен воздержаться? Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина вовеки. Один день, два. А почему я должен смотреть на это? Уже начинает щамка, то есть утробы. Излишний вес. Ну, высчитывать-то ты можешь себя. Ну, на весы встань один раз-то. Везде, где найдешь-то. Какой рост у меня? А метр восемьдесят. Ну, метр восемьдесят отними сто пять. И выше этого старайся не подниматься. Ну, сто хотя бы отними. Что там останется? За эту цифру не залазь. Метр восемьдесят отними сто пять. Ну, семьдесят пять остается. Вот семьдесят пять килограмм ты должен весить. Ну, ведь вот в Америке говорят, излишний вес. А теперь еще другая шкала. Ожирение. Ну, как есть такое, там пишет мистер Пиквик. Ему слуга пошел покупать билет. А если человек излишний вес, вот выше этой нормы, как я говорю, ему надо два билета брать, за килограмму платить. Он пришел и говорит, я тебе купил вот два билета, ты толстый такой. Он взял, ну, автобусы двухэтажные, он одно место купил на первом этаже, другое на втором. Другого не было. И в Америке правильно делать, взвешивает человека перед посадкой. Я слышал это. Везде или нет, не знаю. И это совершенно справедливо. Ну, такую тушу вести. Мне близко вот был священник, я ему помогал, даже там печь делал, еще что-то. Он добрый такой был. Ну, невоздержанный. Рост где-то метр шестьдесят восемь. Примерно так. Вес сто пятьдесят килограмм. Ну, это ясное дело, что любому понятно, что это неладно. И он раньше времени умирает. И он, ну, нисколько не трудится. Есть такое, что, говорит, как кубышка, что вдоль, что поперек. Почему самое строгое послание в Новом Завете, самое строгое, это послание апостола Иуды. Ну, почитайте. Самое строгое послание. Ну, все буквально наполнено угрозами. И, говорит, без страха уточняют себя. Без страха. Вот у нас есть с излишним весом. Едут из Потеряевки. Ну, другой говорит. Я говорю, давай скорее там по нашим клиентам. Они не на базаре торгуют, а своя клиентура. Нет, вот здесь вот магазин хороший, там беляши хорошие. А своего веса лишнего-то уже килограмм шестьдесят-семьдесят. Вот, сверх нормы. Ну, остановись дальше. Это уже ни пояс не держит, ничего. Брюшина свесилась. На диване лежишь, а брюхо лежит на полу. Ну, не горится так. И еще учат как-то жить. Ну, правило. Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое. Смиряю, порабощаю. Как будто это рабыня. А святые так и называют. Госпожа душа, а тело рабыня. Смиряю и порабощаю. А почему? Да вы проповедуя с другим, самому не оказаться недостойным. Как ты можешь проповедовать о посте, когда губы красные от вина, как говорит Иоанн Златоуст? Христа ведут на казнь, а тебя под руки ведут, ты падаешь. Один не можешь идти. Срамота одна. И это говорит Иоанн Златоуст. Ну, и апостол Павел об этом говорит. И даже, вот говорят, яглон там в Ветхом Завете был. Яглон. Какой он там, яглон? Написано, очень тучный. Ну, и к нему, а вот там пробрался на прием-то. Ну, и отдельно что-то тайно сказать завел. А потом ему в брюши нататкнул, и вся внутренность вывалилась. Куда он такой? Ну, никуда. Утроба. Корм червям готовит. Всю жизнь заготовку червям ведет. Он любит червей больше, могильных червей любит больше, чем себя, чем семью. Сколько на навоз-то перевел до брата? Если по-хорошему, так от человека и отходов мало, когда он нормально питается. Спрашивает, а где, куда они ходили, какой туалет? Да нужен ли был туалет-то еще? По 40 дней не пили, не ели. А поисий Великий 70 дней не пил и не ел. 70 дней. А Исааки Пещерский больше года. В столовую приведут, а он не знает, что делать. Сатана насмеялся над ним, возвысил его, что завтра я тебя возьму. А на самом деле это дьявол был. Поклонился, а там куриные ножки. Исааки Пещерский. Я насчитывал, когда житие святых, ну, считай, это вслух, на пленке. Надо с выражением прочитать то другое. И когда он пришел в себя, а они им играли как будто бы ручной мяч какой. Кидали его и били. Утром пришли братья Исааки, благослови, а никого нету. Ну, распечатали, он там лежит, едва дышит. Ну, в реанимацию его. И ложку ему в руку вкладывают, он не знает, что дальше делать ложкой-то. Ему говорят, вот урод, тащи. Ах, какой урод? Он не говорит ничего. Настоятель говорит, не трожьте. Захочет поесть, а он не хочет. Это я просто попутно говорю. Как человек теряет все. Значит, пост. Что есть надо? Сегодня разные уставы пишут. В одном календаре одно, другое. У меня есть книга такая, называется «К истинному православию». Она на нашем сайте. Зарядите, кто не знает. Сайт «Восвяти Библии». Игнатий Лапкин. Сайт откроется. Православный библейский сайт. Название-то какое несовместимое. Если православный, православный. А библейский, библейский. Понятно, сектантский. А тут православный, библейский. Вот про это Андрей Кураев и говорит. Какой пиетет, особая любовь к Слову Божию. И к канонам, к исправлению, во мне, говорит. Вот такая взрывная смесь баптизма с старобрядчеством. Людям понять-то дают. А они, ой, половина старобрядцы. Половина. Еще половина нету. Полная. Ну, старобрядцы. А что такое старобрядцы? Это то, как князь Владимир принял на Русь. Старобрядцы. Это уже ругательное стало. А из старобрядцы-то какие были? Ну, Сергий Радонежский. Кто он? Старобрядец. Стопроцентный. Никто эту реформу-то не знал. Как сегодня. Пальцы два слагались. А два. Вот как показываю. Видно, не видно. Два. Склоненный средний палец. Это небеса преклонились. Господь сошел. Бога человек сошел. На кресте умирала не троица. Изображали-то. Хотя в том и другом элемент ереси. Я докажу это. В течение пяти минут. И вот. А где-то. Старобрядцы еще это хорошо. Они там. Хорошо, когда в церкви. А если не в церкви, это плохо. А еще потеряли священство. Старобрядцы, у которых есть священство. Это. Ну, по сегодняшний день это двое. Белокреницкая иерархия. У них митрополит Корнилий. Рогожское кладбище. Рогожский поселок в Москве. Это правильно. Это братья родные. Православие содержит там и священство. И Новозыпковское. Древле православное. Они избрали у себя патриархом. Калинина Александра. Такой передовой человек. Главный старобрядец. А учился в семинаре в Академии Патриархии. Вон сейчас. Я их поминаю. Вы даже не знаете. Когда Корнилий, это старобрядчество. А есть такие, у которых священства нет. Их больше пятидесяти названий. Вот куда повело. Вот. А Феодосий и Антоний, основатели русского монашества. Кто они? Стопроцентные старобрядцы. А когда перестали быть все старобрядцами? Приник они. И свелось все к цифре 1666. Люди далеко тысячу отбросили. А 666. Антихрист пришел. Вот даже изменения какие. Вот мы начинаем молиться. Вот. Я не обвиняю ничего. Просто говорю. Если молились до этого, всегда называлось начало молитвы и конец. Ну, начало-то есть у любого дела. Начало земной жизни. Конец сгорит земля. Везде начало-конец. У Библии начало. Вначале сотворил Бог небо и землю. Так и называется. Вначале. Первая буква в Библии В. А последняя мягкий знак. Аминь. В откровении. Вначале. Везде был начал. У нас нету его. Сергей Павлович, слышишь меня? Нет? Слышал. Слушай внимательно. Запиши его этот начал. Мы-то молимся дома. А тут мы в этом течении-то идем. Я на молитве-то не хочу ничего сказать-то. Как-то молитва же идет-то. Начало. И начало оно везде. Вот у старобрядцев заходят они. Опоздал кто-то. Сначала начал положит. А потом дальше уже в общую молитву. И в конце заканчивает начало. Ну, нам хотя бы начало взять. У нас другое окончание. С воздействием рук там. Ну, это того стоит. Начало такое. Называется семипоклонный начал. Первая молитва. И ты ей должен считать. Боже, будь милостив ко мне грешному. Поклон. Создав имя Господи, помилуй меня. Поклон. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного. Поклон. Три поклона. Дальше. Достойно. Достойно. Ты можешь считать, как сегодня считается, и по-старобрядчески. А где-нибудь так есть в патриархии, считают? Конечно, есть. Берстеневка. Метров 200 от храма Христа Спасителя на набережной. Там храм святого ситетия Никола на Берстеневке. Отец Кирилл Сахаров, игумен. У него все абсолютно по-старобрядчески. Все. Но он в московской патриархии не единоверческая. Нет. И он где бы он ни был, он совершает богослужения по-старобрядческому стилю. Одежда. Лестовки у них не четкие, как у нас. Вот такие четкие. А лестовки, там бабышки такие. И вот сейчас Алфеев, митрополит Иларион. Ну, это прямой заместитель. В ту же минуту он его место занимает. Патриарха. Талантливый человек. Музыкант. Композитор. Ну и... Что там где-то идут не так? Я не про это говорю. Нужно просто показать. И он такую же шапку, сшитая старобрядческая, у них по-другому маленько. И ведет богослужения по-старобрядчески. Как старобрядчески? Ну, по-православному, как князь Владимир. Князь Владимир – это старобрядец. Названия-то нету, но там все было так, как. И эти люди содержат, которые старобрядцы, моления, которые имеют священство. А они церковь. Настоящая церковь. А у которых нет священства – это раскольники. Но раскольники-то не они, а Никон, который расколол все. То все перевернуто. Колит-то. Колун, но не чурка колит-то. Кто кого ударил-то? Ударили-то кого? Чурку. Ну, а как может раскалывать-то? Ударили-то потом по старой вере. И у него там все по-старобрядчески. У отца Кирилла. Это самый правильный выход. И вот начало. Вторая молитва достойна есть. А ко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувим, и славнейшую воистину Серафим, безысление Бога Слова, родишу Иисущую, Богородицу Тебя величаем. Всегда земной поклон здесь. А те три, может, нет, это в пост и те поклоны, все это. Семи поклоны, семь поклонов. Это вот мы три поклона Божьей милости достойно считаем земной поклон. Если на Пасху, от Пасхи до Вознесения считается, святись и святись в Новый Иерусалиме, слава Богу Господне на Тебе воссия. Ликуй ныне и веселись сегодня, Ты же чистая красуя, Богородица, а восстание Рождества Твоего. Заменяется, уже достойно не считается. А с Вознесения опять считается достойно. Ну, маленько надо знать нам. Я к этому не привязан, но мы так молимся. Ну, тут течение создает Сергей Павлович. Это надо знать. Я ничего не трогаю, только начало. В следующий раз, завтра, я прошу сделать начало. Не знаю, что меня переспроси. Это третий поклон. Дальше. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй. Два раза. Господи благослови. Третий поклон. Поясные. Но сейчас земные они делаются. Поясные ты должен поставить руку на лоб, на шрево, где пуп, на право плечо, на лево. Не подмышку совать. Сюда. Не спеша. И только после этого поклон сделать. Не ломать крест. А в царе кучу, что одновременно рукой вниз и сам вниз идет. А то ломает крест. Это неправильное крестное знамение. А то руку вниз опускает до груди. Крест перевернутый. Волшебство. Слава Иисусу Христу. Живая. Ждем тебя, дорогая. Татьяна Кузьминична, старшая сестра, будет меня в шесть. Вот. Когда мы это совершаем, это получается семь поклонов. Семи поклонные. С крестным знамением. А после этого молитва читается. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причастия Твоей Матери. Силы щаснага, Животворящего Креста. Святых Ангелов Наших Хранителей. Всех Святых. Помилуй и спаси на всякого блага и человека любец. Без крестного знамения. Просто поклониться головой до земли. Головой, руками, коленями до земли. Руки держать не на шарагу. Вот так вот, а рядом. Чтобы лоб достал. Десять заповедей. Вот я на десять заповедей. Но голова должна коснуться земли. Ну, тут разное дело. Это на рук только. Ну, почему написано у Якова Апостола. На лбу было, как у осла, кожа. Он все время задевал и долбил землю. Значит, руки рядом и положить. Вот это семипоклонный начал. И им же таким же заканчивает. Ну, у нас заканчивается по-другому. Но начал надо вернуть. Так, Сергей Павлович, готов к этому или нет? Готов, конечно. Вы напишите мне в Word, файл сбросьте. Я сказал, что написать-то. Ну, все, я объясню. Эти молитвы-то у нас есть. Только их надо соединить. Боже, милостью будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил Господи. Прости меня грешного. Это все знают. Это молитва наша. Дальше достойно. Пусть даже с изменениями какими-то, никоновскими. Дальше слава Отцу. Тоже знаешь. А теперь Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. У нас там Севастьян считает эту молитву. Так каждое богослужение этим заканчивается. Это мы слышим всегда. 27 лет. Все как есть. Нет, я могу прочитать. Но записать придется все же. Раз ты ведешь, то и прочитаешь эти молитвы. Дальше. Я говорю об изменениях, которые нам ни к чему их, эти изменения. Что есть? У меня есть книга к истинному православию. У кого нет, приобретите. Потому что книги кончаются. Книги-то совсем... Вот я уже стихи не могу выслать. Книга стихов. Ее нету. Оставил только так. На Испанию только один экземпляр. Один на всю Испанию. Нужно было на Великобританию только один экземпляр. У меня нету их. Просто кончились. И никому не высылаю. Один экземпляр на Австралию только один экземпляр отослал. Все, больше не проси. А остальные еще есть. К истинному православию больше всех. Почему? Потому что второй, первый, все по тысяче экземпляров. А переизданное, второе издание, три тысячи. Три тысячи добавок. Так что к истинному православию еще есть. Тут даже по десять экземпляров выписывают. Вот там я его готовил, эту книгу, сорок лет. По крупистам собирал. Там ничего нету-то моего-то. Вот о посте. И там я делал запись по дням. Со старого устава. Он называется Большой устав, по которому жила вся Россия до Никона. Устав единый был. Устав пост тоже объединял людей. Они так вразбрут. Зайди в церковь, кланяются кто где может. Это неправильно. Поклоны в определенном месте. И пишется поклон, поклон. Вот у отца Кирилла Сахара, у него это синхронно все молятся. А как? Так всегда было. Везде военные одновременно поднимают руку, там в строю, когда стоят. Но везде все одинаково. А мусульмане одинаково все кланяются и стоят не так, чтобы вразбрут. Они как одни, как подрезанные все. Посмотрите. Для нас-то они иноверцы. И иноверцы. И однако надо смотреть. Сколько их... Миллион двести тысяч, как говорят, вышли на улицы Москвы. Все улицы запрудили. Коснулись вот так. Все до одного стоят. Я в мечети так у них молился. Когда по-своему помолились, начало сотворил, а потом так, последнюю молитву. У нас тоже земной поклон. И тоже головой до земли. Ну у нас кто на коленях стоит, кто как. Даже тут разнобой. Надо спрашивать, как правильно поклониться. Если поясной поклон, вот так дальше, рево, направо, налево, и потом поклониться, такой поклон должен согнуть, чтобы рука доставала пол. Доставать не надо. Руку к себе прижми. Но понять, какой поклон. Я не делаю земные поклоны. У меня операция была на позвоночнике. У меня он как-то сползает, защемляет. Я уже встать не могу. Больше трех поклонов у меня опасно. Я прошу прощения. Я даже вообще не мог делать поклоны. Еще две грыжи там от тяжести. Я всем говорю, чтобы не соблазнялись. Я вообще не мог кланяться. И все, тужился, тужился. И наконец что-то хряснул, и я стал кланяться. Там после операции, видно, что-то наросло еще. Вот я рассказываю. Старайтесь запоминать. Тут никакой трудности нет. Мы же православные. Вот это... То, что необходимо было. Просто о начале сказать. И что нуждается. Просили молиться. Вот у меня может быть встреча с этим, который ходатайствует. Там за Владимира Головина набирает подписи. Сто тысяч решил набрать. Там чуть ли не миллион лайков. Это лайки. До того не люблю, как лай собачий. Вот. Шахматов Алексея звать. Вчера мне скинули материалы о нем. Он себя православным-то не называет. У него там тоненькие, там выбритое все. Вот так вот. Оказывается, у него четвертая жена. Он не православный, как говорят. Но... Видно мятый. Потому как он говорит, я вижу, он знает закон. И он сострадает людям. И он берет большое интервью. Два часа с лишним у отца Владимира Головина, которого топчут свои православные. А человек неправославный приехал, берет интервью. Принялись теперь за отца Андрея Ткачева. И он туда уже поехал, интервью взял. И тут пытается помочь, чтобы он вышел на меня. И он уже ответил, что далеко до Барнаула по скайпу. И он по скайпу сначала попросил обо мне. Что, где материалы-то? А если он пойдет по интернету, там запружено сколько роликов против-то. Ну и не думаешь, что это его как-то отвратит. Так что помолиться. Алексея звать его. Шахматов. Если беседа будет. Именно он загоним их там всяко заступается. Ну, может быть, и что-то я ему скажу. Что-то он сделает, скажет. Пока ничего не известно. Вот так, чтобы помолиться о нем. Это я вот рассказал сегодня там о начале. И теперь вот начинает считать молитва Ефрема Сирина. Господи, Владыка живота моего. Дух праздностью ныне облачает празднословие. И дальше сребролюбие стояло. Выкинули. Это же надо вот выкинуть. Почему? Потому что везде сребролюбие. Вот десятину отменили, что не платят люди. Сразу вошла торговля. Симония смертный грех. Это за крещение берут деньги, за вещание. Это симония стопроцентная. Это не кто-то, патриарх Алексей II Ридигер говорил. И так понятно. И десятина. Первый храм, который начали строить в Киеве, при князе Владимире, называлась Десятинная церковь. Десятину со всей Руси брали, чтобы построить. Необходимое средство собрать. Вот бывает скульптуру кому-то сейчас делают. Ну какой-то памятник. И набирают деньги. Скульптор даром не будет делать. Это для него жизнь. Ну, и что там думаете, крюков делал? Или кто там даром что ли делали? Нет, конечно. Деньги сбор делает. А платят ему за материал, за бронзу, за все. Ну вот если мы это поняли, у нас тогда тут такого-то уже ничего и нет. Мы все это знаем. Все какие-то замечания, кто посмотрит, я выставляю. Тут записывают роман, кто не знаю, как. Все одно к одному и на пользу дела. Если нападки будут, а они где-то эти, которые топчут отца Владимира Головина. Он в 2017-м говорил, приедет в Потеряевку. А потом говорит, с этими обстоятельствами это не смог. Там может не один приедет. В этом году он собирается приехать в Потеряевку. Теперь, дескать, не отец Владимир, а Владимир Валентинович. Ну и ладно, Валентинович. А вы ходатайствуете, чтобы ему священство вернули? Нет, конечно. Тем более человек неверующий собирает эти подписи на патриарху. Лично поехал на приемы. Чтобы кто-то из мира ходатайствовал? Нет. За угнетаемых может ходатайствовать только исповедник, который был в тюрьме, за слово Божие. В тюрьме. И остался живой. Пытали, которого выкручивали. По милости Божией, мне дано это право ходатайствовать за него. Но он не пытаемый, не гонимый. Его просто там покусились на него. Я нигде не выступаю никак. Почему? Я молюсь. Может, как раз это ему и надо. Он уже много лет священником, и теперь больше еще двери откроются. Надо или не надо, я не знаю. Внутренне, я думаю, Бог устроит как. Я молюсь, поэтому участвуем в этой войне. Именно так. Если угодно Богу, Господь вернет через патриарха Кирилла. Рассмотрят им. Сан не снимается. Вот в чем дело-то. Такого нет. У католиков за 2000 лет ни с одного сан не сняли. Как я знаю, Григориан и Армян. Это придумали здесь. Никогда. Он запрещался в служении, чтобы ничего священнического не делал. Ну, а чести не лишался. Когда собираются священники, он с ними вместе может в алтаре быть и прочее. А здесь нет сан. Все, все. Они там, особенно вот там этот, там, Максимов Георгий лютует просто. Лютует. И видно, что грех берет на душу. Там обо мне спросили в глаз. Не видал, не знаю, ты та же сразу. А что? А против Дворкин. Дворкин плохим. Все, а то его. Ну, безбожник сидит. Страха никакого нет. Дворкин, это совершенно чужой человек. И вот они на меня-то сколько зубы точат-то? Книги. Главное, это книги. А книги уже кончаются. Они ставят задачу уничтожить библиотеки, изымать. Ну, если прихожанка, библиотекарь, они не просто просят уничтожать, а они нужны нам для семинарии. Эти книги очень нужны. Но чтобы сжигали, я этого не знаю. Показывают, они стоят в семинарии у них там, на полке или где. Ну, это вот я знаю только, кажется, в Осинниках. Там Михаил Кальмаев где-то. И поп пришел. А там библиотекарь, помощница. А они все наши друзья. И он пришел там, посидел. А у вас книги Лапкина есть? Они говорят, есть. Думает, посчитать. А вы не могли бы их дать нам для семинария? Еще чего? Что, пришел к книге, что ли, изымать-то? Ты что? Он, да нет, 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 нет. Он сразу встал и ушел. То есть, засланец. Ничего нет. А другие библиотекарь, если она... Ты же наша прихожанка, да? Ну, чего ж ты не сделаешь добро-то? То есть, лукавство, лживость. Тройная ложь патриархийная, как я говорю. За книгами гоняются ни день, ни два. 17 лет уже. 17 лет. Это я только знаю, трём центрским отделом поручили заниматься. Они Новокузнецкая, Кемеровская, Тульская. Отдельно в Одессу, в монастырь там занимались. Профессор какой, мне сообщают всё. И в Киево-Пещерскую Лавру отвезли. И они молчат. Молчат. Ну, говорил что-то не так. Это ещё слова разбирать. Говорил, не говорил. Но у меня-то написано. С интернетными. 38 бумажных вариантов книг. Да ещё 7. В интернетной версии это. Последние 4 книги по 800 страниц. Да меня не то, что брать. Да я на виду. Да и роликов-то 14 тысяч 440. Роликов. Ну, голыми руками брать можно. А вот Господь не допускает и всё. И что? Ну, ничего. И Сборкин меня пытался там. Сколько раз уже на меня наезжал. Но дальше дело не идёт. Патриарху личная жалоба. На рождественских международных чтениях там. Дудин и другие. С ума сходят. Пишут. Роспотребнадзорно травили на нас. Это они. Это у меня поступила их аудиозапись этого. Ну, рождественских чтений-то. Какая-то Анна Владимировна. Доклад делал и Дудин составил. И ничего нету. Главный отдел, который сейчас особенно так лютует везде. Это Новосибирский миссионерский отдел. Там Новопашин отец Александр. Это они раздули, раскрутку дали на отца Владимира Головина. И они на меня тоже. Но он сам на меня не выходит. Может, то, что знакомая с батюшкой. Не знаю. Но главное, везде. Там Кызыльская, там один такой, ну, как говорится, шпана настоящая. И всё это они берут. У вас не даст. Всё. Батюшка служить не может. С него там сна сняли. Ну, то есть глупости. А митрополит служит. 3 февраля, это 2018-19 года, служил митрополит Сергий Алтайский, Барнаульский Иванников. Батюшка наградил крестом с украшениями, с себя снял, на него надел. Ну, отношения-то, ну, просто отцовские, братские. А они там сидят и кряхтят. Ну, то есть что? Ну, злодейство, демон-то изнутри там мучает человека. Там, дулевич какой-то. Ой-ой-ой. Это надо на митрополита писать, жалуются. А митрополита я спросил, а он показал мне вот так вот. И говорит, стучат рогами, стучат. Я ему говорю, чтобы нас заочно не раздушили. Вот крестный ход был на опе где-то. Он увидел, я навстречу иду. А его со всех сторон, он священники огрушает. Так он аж из строя вышел, обнял, целует. И на прощенное воскресенье одинаково. Да это он так делает, чтобы вы только не нападали на него. Да глупости. Кто я такой-то? Ну, неверующая. Его же видно по лицу. Сколько раз он в Потеряевке был. Приезжает со священниками, с семинаристами, с хористами. Это все нарочно. И перед отъездом приезжал Дмитриев. Максим был здесь. Тоже служил у нас. То есть, а почему митрополит еще не делает? Они там взывают на этом. В международных чтениях-то. Да ему зачем это нужно? Это как пожаловались, что у нас в России закон гласит одна жена. А в Чечне, там, у главы администрации такого-то района, две жены. И все это Рамзану Кадырову говорят. Он говорит, так и нужно, Владимир Владимирович, нашими женами заниматься. У нас разрешается, четыре жены. Ну и все. Так и здесь. Они ничего не могут сделать. Я прошу молиться. Повторяю, что мной заблокировано. На меня, которые нападают, видно, приходят и всякие гадости говорят там. На Ютубе. На Ютубе. За семь с половиной месяцев заблокировал я семь с половиной тысяч человек. То есть, точно по тысяче каждый месяц нападают. То ли они разблокируются, или другое открывают. Я не смотрю, те самые или нет. Ну, вижу там, в городе. Тысячи человек ежемесячно на меня нападают. Врагов. Я не знаю, у Путина столько есть или нет. Ну, по-моему, нет. Так это открыто. На наших ресурсах гадят. И ничего не сделают. Почему? Бог. Много люди молятся отовсюду. И всех я прошу молиться. Чтобы им Бог открыл глаза. Ну, ладно, закрыли. Подыскивается. Закрыть канал. Закрыть форум. Закрыть сайт. В моем мире блокировали. Здесь уже несколько раз подбирались. Ничего нету. Нету ничего. Чего бы они меня оставили в живых-то? Ну, а теперь. А будут они нападать? Да не знаю. Новопашин там вот. А Дворкин? Что интересно, Дворкин тут был сразу псевдо-православный. Псевдо или лже добавляют. Я псевдо-православный лже-миссионер. Андрей Кураев называет меня самым великим этого столетия современным. А я не тот и не другой. Это обман. Не тот и не другой. Просто живу и все. Вот как лже-миссионер. Там псевдо. Научились два слова говорить. А какие вы миссионеры-то? А миссионерский отдел? Да их нельзя создать. Вы даже этого не понимаете. Как говорят олухи Царя Небесного. Да не Царя Небесного, а Нижнего Царя. Миссионерский отдел создать нельзя. Запомните это. Этого нигде нету. Нигде. Ни в канонах. Ни в Библии. Ни у святых отцов. А это патристика. Патрология Миня называется. Миня. Не Миня, а Миня. Триста томов. Триста томов. Как в моей книге. И нигде нету миссионерских отделов. Так о них разве не сказано? Сказано. Господь двенадцать апостолов разделил на шесть миссионерских отделов. По два. Потом избрал еще семьдесят. Это называется Малые Апостолы. Еще семьдесят. Тридцать пять отделов. И послал по два. Ну по два послал. Ну что непонятно-то непонятно. Говорит. При двух и трех свидетелях всякое слово есть. Двух или трех. И Господь говорит, когда говорит, я не один со мной, а отец двое. Отец свидетельствует, а мне двое. Кирилл и Мефоний приходят сколько? Отделом каким-то приехали. Двое. А Моисея послал с Аароном. Да то я Моисея заика говорить не могу. А Аарон будет. А ты для него как Бог будешь. Богом будешь для него. Богом. Так и названо. Богом будешь для него. То есть я тебе буду открывать, а не Аарона. Господи. Ну ему напрямую ты говори. Он будет. Нет. Я тебе буду открывать, а ты ему прошепчешь там. Тоже двое. Что непонятно-то? Везде и всюду двое. А от них другие обратятся и опять пойдут по двое. И мы проехали из Барнавула до порта Находка в Владивосток. Мы ездили, брали больше людей. Было. Ездили там. Ну смотрели это дело. Ну миссионеры двое. Ну остальные просто присутствовали. Молились. Учились. А дальше в дальние поездки мы ездили двое. Я и Виктор Николаевич Савченко. И шофер. Ну шофер это на колеснице сидит. Ехал, а про колесницу даже неизвестно, кто там сидел. Это шофер. Шофер. Хороших шоферов Бог дал. Николай Павлович Кручина был. А потом один раз ездил Александр Сергеевич Марьясов. Вот. И вот тут на меня, где нападают, прошу тоже молиться. Потому что Господь испытывает. Я ничего не теряю от того, что они нападают где-то. Но они стараются. Даже я фамилии сейчас не пишу. Вот в событиях днях кто пишет, стараюсь скрыть. Они на него наваливаются с тех сторон. Да он такой лапкин. Да он такой. Он такой. Ну вроде я не на велосипеде езжу, а верхом на, прости Господи, на черте верхом езжу. Ну это житие Иоанна Новгородского. Тоже неплохо. В рукомойнике зажал его, а потом на нем в Иерусалим слетал ночью. Это прямо житие написано. Вот. И какую гнусность не говорят. А я только молюсь, чтобы это безумное. Слова их Бог забыл и не поминал. Ну забыл, то есть не поминал им. Судья Божья. Вот сегодня небольшое такое замещание, ремарка или повучение, не знаю как назвать. Кто-то остался тут или разбежались? Старцы. Сергей остался. Ну каждый голос, ну-ка подайте, посмотрю. Он засветил. Я заснули. О, еще кто? Два. Больше никого нету. Здесь, здесь. О, еще один Анатолий, кажется. Третий. Еще кто? Игнатов Сергеевич. Сергеевич, четвертый. Еще кто? Что-то Роман-то молчит. Заснул, наверное. Нету Романа. Ну вот такое дело. Вопросы? Если нету, я отхожу от вас. У меня тут своя забота. Голубенок заболел, надо кормить. Не знаю как, вчера уж придумывали, придумывали. Большую ручку, фломастер отпилили с до всех сторон. Туда закладывать и вдувать ему в рот. Он живой остался сегодня на ночь-то. Ну вот так. Ну все, тогда отходим. Прощаемся. Ангела-хранителя. Спаси Христос. Володя, не забудь, сегодня книги отправлять надо тут. Просят. Уже отплатили, чех прислали. Все. Так, меня это разбирать надо. Ну что, не помимо. Продолжение следует...